Упражнение, когда я руки просто свесил и начал болтать вперед-назад, это максимально меня расслабило, но при этом кисти рук наливались тяжестью. Для меня это было приятное ощущение все равно. И при этом, если в этот момент я закрывал глаза, я чувствую, что у меня тело начало уже само автоматически тоже вперед-назад двигаться. Тогда это для меня наиболее подходящее упражнение. Сейчас отвечу. Если мы возьмем абсолютно здорового человека, гипотетически, какие бы движения он не делал, ему все в кайф. А если мы возьмем человека чуть-чуть где-то как-то не абсолютно здорового, то, естественно, какие-то движения ему приятно делать, а какие-то неприятно делать. Поэтому сканирование. Поэтому я в свое время придумывал сканировать именно по приятным точкам поворота головы и так далее. Но при этом, если проблемы-то у человека есть, даже у космонавтов, которые проверены многократно, которые летают в космос, очень много было нездоровых людей. Но они хорошо справлялись с программой. У меня был случай, когда один космос летел, но он дважды летал, он дважды герой. Второй раз он не полетел сразу, как его готовили, а через некоторое время полетел, потому что у него, несмотря на всю подготовку, он не мог бриться. У него так болела рука, у него была невралгия. Я приходил к нему там в Звездном городке, он мне говорит, сделай мне там, чтобы рука не болела. Я ему иглотерапию делал. Потом он через год, через два там он тоже полетел второй раз и получил вторую звезду, очень известный космонавт. Но я хочу сказать, вот же космонавт, пожалуйста, проверенный многократно. А сколько времени ты делаешь вот это упражнение? Ну вот я сейчас делал, потому что по книге я делал, пытался стандартное, но все равно что-то не то. А сейчас начал перебирать, увидел, как кисти рук очень сильно наливают с тяжестью, где он кровь приливает. А скажи, пожалуйста, как у тебя шея? Ну, когда-то мне правку Атланта делали, и с тех пор перестала болеть. Но если я сижу ровно, то немножко... А что тебе делать? Ну, у меня пережаты были мышцы. А, ну вот оно и есть, да. Поэтому и есть. Я говорю, если бы был абсолютно здоровый человек, никаких проблем бы не было. Сразу нашел любое действие, любое действие дает комфорт и так далее. А здесь как раз таки мы поэтому, когда имеем всегда какое-то нездоровье, поэтому я говорю, что здоровье-то на самом деле, это не отсутствие недугов и недостатков, а развиваемая нами способность справляться с этим. Вот что такое здоровье. И ты вот как раз наглядно это показываешь. Пожалуйста, находи... Атлан Гомедович, добрый день. Привет, дорогой мой коллега, привет, привет, привет. Ну и привет, я рад тебя видеть, я всегда рад. Я что хотел сказать, сейчас Руслан говорил, а если покачивая руками, присоединить движение в кистях? Ну, давай попробуй, давай, Руслан, попробуй. Иногда бывает, когда затекает, просто попробовать в тот же ритм попасть, сжимая. Да, попробуй, попробуй. Сбрасывая эту тяжесть или наоборот как-то активно. Попробуй, Руслан. Сжимаю внизу, и когда уже тяжесть спадает. Вот одновременно покачивать и присоединять кисти. Просто не видно из-за камеры. Ну, тогда, ну, как бы, эта тяжесть уходит. Ну, конечно, вот так искать надо, но мы как раз таки... Вот смотрите, чем отличается метод ключ от других методов мира? Мы здесь ищем, мы здесь ищем в данном случае, вот в данной части метода ключ, там же несколько частей, в данной части метода ключ, мы ищем то, что нам приятнее. И когда мы сканируем себя с критерием максимальной комфортности и не зацикливаемся на неприятных ощущениях, потому что обычно нас учат преодолевать, там напрягаться, силу воли тренировать, это для жизни. А для восстановления это санаторная практика. То есть мы сейчас занимаемся санаторной практикой. Поэтому здесь мы восстанавливаемся, накапливаем силы для того, чтобы в жизни быть сильными. То есть это не противоречит одно другому, это просто другая фаза жизни. Это восстановительная фаза, это профилактическая фаза, это чтобы мы меньше травмировали, чтобы меньше болели, чтобы мы были выносливые, чтобы у нас был иммунитет высокий, стресс устойчивый. Чтобы мы в условиях неопределенности не терялись, а быстро принимали нужные решения, интуитивно понимали, что и как надо делать со скоростью инстинктивных реакций. Но не инстинктивные реакции на самосохранение, а еще и изобретение, это созидание. Вот понимаете, это очень серьезная вещь. Да, Руслан, ну как у тебя дела? Ну нормально, это наиболее для меня упражнение расслабляющее. Вот поэтому говорят, что методе ключа сконденсированы все методы мира таким способом, синергетическим, что здесь их суть действия в открытом виде. Суть действия всех методов мира ключ не противоречит никакому методу. Просто здесь понятным, доступным образом все эти механизмы раскрываются. А именно, как работает мозг. Синкрогимнастика, во-первых, она предназначена для решения проблем, а не для того, чтобы вы тренировались упражнением. Не подходит одно упражнение, бросьте, берите другое. И вот сам подбор путем перебора, это и есть принцип ключа. Подбирать. Подбирайте по критериям максимальной комфортности. Это и есть критерии максимального соответствия вашему текущему индивидуальному состоянию. Так, ну как дела у тебя? Интересное ощущение, когда они не напрягаются, они сами расходятся. Во-во-молодец, теперь сядь, пожалуйста. Олег, Борис, предлагайте Руслану какой-нибудь экзаменационный вопрос, чтобы все услышали, что он чувствует, как чувствует, что происходит. Спасибо. Спасибо. Сейчас посидит немножко фаза после действия. Да, правильно, Олег. После упражнения, фаза, стадия после действия. Особенно новичкам, которые первый раз в жизни это пробуют, обязательно первые дни надо после упражнения посидеть. Потому что, может быть, во время упражнения, поскольку вы думали, а что будет, как будет, ничего у вас не было, а потом сели, опустили мысль на самотек и наступило. Это называется момент истины. Стадия после действия. Вообще, кто книжки читает наши, по-моему, он должен быть в курсе уже. Здесь мы просто напоминаем. Итак. Просто тотальное расслабление, никаких мыслей нет. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз такое чувствовал? Ну, вот когда месяц назад по книжке сделал, ну, там у меня заняло это очень долго, но там прямо перед моментом, когда вот отпустило, меня начало трясти очень сильно, там некоторые мысли, углуждения прямо на поверхность всплыли. Меня начало очень сильно трясти. А ты по трассе? А ты по трассе? Я меня вообще колбасило. Потом я лег на кровать после действия, и все, и там вообще, ну, то есть, ни мысли, ничего. И сейчас так же, но гораздо быстрее, ну, и чуть, все-таки, эфир, поэтому более лайтовая версия такая. Понятно.